Все арбитражные управляющие являются членами какой-либо саморегулируемой организации, СРО, которых сейчас около 50. Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и их состав размещен на сайте Федеральной службы по государственной регистрации. Его можно посмотреть. В заявлении о банкротстве обязательно указывается либо саморегулируемая организация, из числа членов которой должен быть назначен сам арбитражный управляющий, либо непосредственно фамилия и имя отчества арбитражного управляющего. Арбитражный суд направляет запрос в саморегулируемую организацию, чтобы получить согласие от финансового управляющего на предстоящую процедуру банкротства. При этом необходимо учитывать особенности, существующие при выборе кандидатуры арбитражного управляющего. Если указана только саморегулируемая организация, то правом выбора конкретного арбитражного управляющего обладает она. И вы, как заявитель, этот процесс не контролируете. Если указана конкретная кандидатура, то саморегулируемая организация представит документы именно на нее. То есть именно вы контролируете процесс назначения арбитражного управляющего. Лучше всего, конечно, найти управляющего по рекомендациям знакомых. Но обязательно сами предварительно пообщайтесь с ним. Ограничений на работу в конкретных регионах у арбитражных управляющих не существует. Он может работать в любом субъекте Российской Федерации. Конечно, издержки работы в регионе, где постоянно проживает арбитражный управляющий, гораздо ниже. Однако в ряде случаев гораздо важнее профессионализм и независимость от влияния местных условий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!